Вот что значит каникулы, 12 часов дня все спят. 12 часов дня, они дрыхнут еще. Я, кстати, тоже недавно только проскнулась, ну как не дала, где-то около 11 часов. Боня тут лежит, греется на солнышке. Так, все? Ты готова? Давай-давай, убирай, Каролина, 5 минут осталось. У нее школа. На каникулах учимся. Ничего страшного, один раз в неделю нормально. Каролина, 5 минут, потом будешь рисовать, убирай лишнее. Начинаем занятие. Заходим. Начать занятие. Все? Волосы не мешают тебе? Нет. Ну все, занимайся. 45 минут идет урок. Вот он твой абакус. Твоя домашка. Пенал карандаши, если нужно будет. Минус 2. Минус 6. Скажу вам немножко о наших успехах в школе Sirius Future. Сегодня закончился первый уровень, она его прошла. Небольшой тест для нее. И в итоге все у нее хорошо. Будет больше уклона на ментальную арифметику, именно считать ментально. Собаку сама она решает отлично, без ошибок. Немножко были ошибки с ментальной арифметикой. Первый уровень она закончила, перешла на второй. Там уже сейчас она решала единички. И во втором уровне она уже переходит на десятки. Кстати, ребята, если вы еще не записались в школу Sirius Future, но думайте об этом, до конца апреля у них действует промокод, по которому можно получить скидку 10% на абонемент на 4 или 8 занятий. Поэтому не упустите этот момент. Ссылочку на их сайт я оставлю в описании и на промокод. Вот. Елочка Маша еще стоит, но она наполовину почему-то осыпалась. Тут вообще прям сухие ветки. Не знаю, что с ней случилось. Не выживет, наверное, она у нас. Максу купили сетку, чтобы он пинал мяч и отпрыгивал мяч к нему обратно, чтобы не бегать за мячиком. Жду уже, когда окончательно потеплеет, чтобы здесь порядок привести. Так хочется уже на улице посидеть. Нет. Еще прохладно. Ушли дети на улицу, у меня оставили Пепу Пик. Какой-то этот Майнкрафт Пепа Пик. В футбольных носках. Защита. Ему защиту взяли. Вот это вот такая вот штука. Пластиковая. И носочки высокие, длинные. Чтобы он играл. О, такие вот. Нет. Он вчера еще бегал. Как сумасшедший. Я вчера слышала. Он вчера бегал. Все, умер хомячок. Последний хомячок умер. И, наверное, он заснул. А как он? Ты его убрала? Ты убрала эту... Как он? Лежал возле дорожки? Да. Пришла и вон тут лежала. А утром ты его видела? Нет. Я встала и пошла. Ну, ты встала и не смотрела? Нет. Маленький. Умер хомячок. Рики. Надо его в коробочку положить. В эту, в клеточку. Прощай, Рики. Не будет теперь ни одного хомячка. Продаем клетку. Ложи его туда. Там закопаем. Смотри. Но мы не копим. Все, клетку убирать будем. Пока в подвал, потом продадим. Мы хотим найти то же самое место, где мы похоронили Кики. Рядышком. Цветочки нарвем сейчас. Сейчас как Дуну. Ты не устал тащить, хомяка? Так, хорошо. Тут в лесу птички поют. Солнышко светит. Не можем мы найти. Либо срубили дерево, либо оно упало, не знаю. Потому что тут есть деревья, которые уже валяются. Сухие. В прошлом году мы находили, да? Мы в прошлом году проезжали в лесу, проезжали по этой дорожке. Мы находили это дерево, прям с надписью буква К. А сейчас его нет. Видимо, срубили, либо упало. Ну ладно, сейчас где-нибудь там закопаем, да и все. Поглубже делай, чтобы не раскопали. Там где-то закопался. Корешки там. Там глубже не идет. Там корни, да? Тируф. Ты что делаешь? Что? Все. Не понял. Его даже не видно. Ну так, вон в опилках. Мама. Сейчас накорябаем чем-нибудь вот этой вот штукой. Крестик у нас нарисовала, чтобы пример познать хотя бы. Пойдемте. Хватит уже хомяков. Я сейчас буду печь пасочки. То есть, скорее, не пасочки, это эти, краффины. Краффины. Маффины, краффины. Краффины их называют. Вот. Баночку переворачиваем. Листик фольги. Вот так вот. Второй листик фольги. Вот так вот. И вот эти вот я загибаю, чтобы жесткость была. И теперь вытаскиваем нашу баночку и формочку в готовую. Мне нравится этот цвет такой. Мне этот цвет дает желтый. Сегодня я пошла в магазин. Хотела купить краску для яиц. Совсем забыла, что католическая Пасха-то уже закончилась. Мне нужно было раньше покупать краску, когда шла католическая Пасха. Вот. Сейчас вообще ничего не продают. ни краски, никаких не украшений. В общем, пришлось мне купить крашеные яйца. Крашеные яйца у нас продаются круглый год. Вареные яйца, чтобы их как-то отделить от сырых, они продают крашеные. Весь год. Постоянно. Может быть, кто-то не хочет варить, сразу хочет яйца крашеные поесть. Поэтому вот. Я хочу. Как будто они очень красиво покрашены. Я даже так не смогу сама покрасить. По шесть штучек. С чем сделать? С изюмом, с орешками? Нравится с изюмом? Я сделаю отдельно с изюмом, потому что Макс и Каролина не едят. И отдельно с орешками. Окей? Масло достань, мне нужно масло. Так, все. Готово. Не купили шоколадных зайчиков. Их почему-то тоже нет. Нужно поехать на заправку. Вот так? Да. На заправке обычно они продаются, и там уже остатки, и их по 50%. Так, ну что, у меня уже процесс пошел. Это у меня опары. Пока я ее уберу. Раз, два, три, четыре, пять. Я сделала пока пять. Если нужно будет, сделаю еще. Так, я уже добавила сахар, ванилин и соль. Мед нам нужно где-то примерно столовую ложку. Вот так вот опара уже подошла. Такая пенка. Добавляем. Потихонечку добавляем муку. Теперь я вливаю масло растопленное, сливочное. Привет. Привет. Как дела? Валеная. Да, ты домик хочешь свой показать? Сейчас покажу. Сейчас я закрою тесто. В общем, все, тесто замесило. Теперь оно должно постоять, подняться. И все-таки лучше масло добавлять либо вместе с мукой, когда муку добавляете. Потому что когда уже замести тесто, потом масло очень тяжело это все в масло вмешивать. В следующий раз я добавлю вместе с мукой. Так вот закроем. Полотенчиком привяжем. Чтобы было тепло. Показывай, что вы там сделали. А что свет везде горит? Так темно, я не увижу. Свет, включай. Тут можно посмотреть. Внутри свет есть? Да. Палатку установили в комнате. Вау. Ты закрыла, наоборот. Макс тоже там? Нет. Как нет? Вот он. Тук-тук. Мы в гости. Ух ты. И вот дождя не будет, будете там на улице играть? Да? На травку поставите. А, тут еще и окошко есть. Вау. Круто. Прикольно. Я купила недавно один мастер-класс на единорожку. Вот такой вот у меня единорожка получается. У меня немножко глаза должны быть поменьше, но поменьше у меня нет. Есть у меня очень маленькие и вот такие вот очень большие. Я не знаю, как нормально смотрится с такими большими глазками. Вот сюда вот. Тут больше. Сейчас больше, да, похож на единорога? Кто у меня спрашивал, если я буду делиться мастер-классами? Вот так вот называется мой аккаунт. Ищите меня, находите, подписывайтесь. У меня есть здесь вот такая вот доска. Написано вязание крючком. Я сохраняю все, практически все бесплатные вот эти. Вот я вязала, видите, единорожка. Мастер-классы бесплатные. Некоторые, конечно, есть, попадаются платные, но в основном они бесплатные. Например, вот эту зайку я уже второй раз буду вязать. У меня ее один раз уже заказали. И сегодня буду начинать вторую вязать тоже на заказ. Вот. Здесь у меня с орешками. Тут была натерла, да, натерла этот, натерла шоколад. Черный, коричневый. В общем, и еще, еще я тут замочиваю изюм. Натираем маслом. Натираем маслом. А зачем? Шоколад. Шоколад. Я с шоколадом еще не делала, первый раз делала. Поднимутся. Видится вкусно, хочу спросить. Видится вкусно или выглядит вкусно? На лошадке, что ли, скачете? Шоколад. Это свой смаз ремикс. Так, ладно, все, буду я убирать. Всю эту грязную посуду. Это знаешь, как у кого? Как у телепузиков. Можно согнуть еще или кругленькую сделать. Доброе утро. Доброе утро. На второй день уже снимаем. Вчера, пока закончила печь, устала, спать легла и забыла совсем про влог. В общем, вот такой вот краффин у меня получился. Это с орешками. Лички все выложила. Всех с праздничком, с Паской. Мы будем завтракать. Они у меня вчера никак не хотели пропечься. Я их два раза в духовку обратно засунула. Как вы думаете, какой самый сильный? Так, все, по очереди. Давайте, кто там, с кем, рядышком сначала вы, между собой. Ксюша, хитрая. Чего ты зажимаешь яйцо? А ты бьешь носиком сверху, посерединке. Давай, да, бей. О, Макс бобнул. Так, давай, Каролина. Ой, я проиграла. Два вместе? Ну-ка, попробуй еще с Ксюшей. Я не кушаю, девочка. Ты не кушаешь, ты попробуй. Да, Каролина проиграла. Так, папа, Лео, тукан, Ксения. Папа, что ты должен сделать? Так? Пайгар, по комфорту. Ну давай. Ксюша самая сильная, доброизменная. Так все, у бабушки теперь вдвоем, Ксюша с бабушкой, что выиграют. То есть я тебе поеду. Ксюша выиграл. У меня оказывается вот эта сторона. Нижняя сильнее, чем верхняя. Ладно, все. С праздничком. Приятного аппетита. Мы сегодня сидим дома опять. У нас дождик на улице уже. Ксюша сейчас один раз связала вот. Он на холодный, холодный душ пойдет. Кто проиграет, тот холодный душ принимает? Да ладно. Вчера начала, так и не закончила. Такая вот голова уже ее это утянула. Первое ушко тоже готово. И сейчас вяжу второе ушко. Сегодня нужно довязать, чтобы зайка был готов, потому что на днях его заберут. Сделай его. Эй, чёрт! Я не могу на голову попасть. Бойку не попади только. Так не тесно. Скучно дома, делать нечего. Так, я тут ужин готов. У меня рис. Красная. Осторожно там, Макс. Красная рыбка тушится со сливками. На батарейках. Ну-ка, есть с Маргаритой давай. Целый ящик пулик. Сколько это стоит? Конечно, знаю, сколько. Один, один. Зарядил свой полный? Да. Все. 16 на 5, мама. 16 на 5. Ксюша, беги. Маши сходы. Осторожно, в лицо не попадешь. Дурак. Подстрелила. У папки тоже нет. Папку не надо стрелять. Макс, давай, давай, давай. В тебя попадает хоть? Все. Все, закончились эти пульки. Папа самый красивый. Так, ладно. Приятного аппетита. Ксюша, рыбку. Ты вообще не будешь ни рыбу, ни курицу? Да. Готово. Готово, зайка. Такая вот получилась. В желтом платьишке. Я еще хочу сделать в розовом платье, не только в желтом. Нужно связать образец. Вот так. Передние лапки, то есть нижние лапки связала. Осталось верхние лапки и само тело. И все будет готово. Деток, я уже спать укладываю. Сама еще посижу немножко. Что делаем? Опять будет спать в палатке? Опять в палатке будешь спать? Как? Вы вдвоем туда не поместитесь. Мама, помчера спали тут. Нет, Макс спал вот здесь. Да, но когда он не могла спать, он еще раз туда пошел. Он так. Мама, Каролина, я туда наверх. Он под помещением. Конечно, там неудобно вдвоем. Почему? Потому что там куча игрушек, Каролина. Если бы вы убрали половину игрушек, было бы не осталось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!